30 октября губернатор Игорь Руденя проинспектировал строительство транспортно-пересадочного узла на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово». Вместе с ним объект осмотрел Сергей Бачин, генеральный директор компании «Васта Дискавери», который управляет рядом активов этого проекта. Строительство транспортно-пересадочного узла ведется в рамках создания кластера «Волжское море», который является флагманским проектом в сфере туризма в Тверской области. «Транспортный узел станет уникальным объектом, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой в Верхневолжье для путешествий по Волге и Московскому морю», заявил минувшим летом губернатор Игорь Руденя, когда показывал объект главе Ростуризма Зарине Догузовой. «Волжское море – это многофункциональный кластер, это единственная в ЦФО экономическая зона рекреационного типа, которая работает. И здесь находятся лучшие инвесторы, которые сегодня имеют проект по всей России». В устье реки Шоша построят причальные сооружения, создадут акваторию порта, укрепят берег, обустроят коммуникации, подъездную автомобильную дорогу и парковку. Проект планируется реализовать к 2023 году. В текущем году началась реализация первых трех этапов – строительство обеспечивающей инфраструктуры, причальных сооружений, инженерных сетей будущего порта Завидова. Сейчас на объекте ведутся работы по погружению свай, устройству причала, автодороги, дноуглубительной работы и другие мероприятия. Реализация проекта идет в соответствии с графиком. «Сейчас сложно поверить, что мы находимся в самом центре будущей гавани. Пока тут, ну, обычное пространство. Гавань будет формироваться следующим образом. Вот сейчас уже копают котлованы, целая цепь котлованов, вот один, другой, третий. Они все пока соединены между собой перемычками. Вот мы на одной из них стоим, потом все эти перемычки уберут, и вода хлынет прямо из шоша, находится вон там. И так и появится гавань будущего речного порта». Предполагается развитие особой экономической зоны Завидова до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Уже принимают туристов гостиницы и апарт-отель, открыт природный парк «Ямской лес», яхт и гольф-клубы, спортивный центр, а также другие объекты. Завершено строительство пешеходного моста через Дойбицу, который соединил берега реки в районе Вараксина и Макшино.